В этом видео я расскажу подробно о том, как вычислять рыночную стоимость на объекты недвижимости. Также покажу две свои квартиры. Так получилось, что за последние пять лет я в Батуми купил пять квартир, а продал две. И, кроме всего прочего, наверное, будет полезно узнать о том, как формируется рыночная цена, какой сейчас порядок цен в городе Батуми. И в целом это будет полезно людям, которые собираются покупать здесь недвижимость, а еще это будет полезно агентам по недвижимости, потому что именно агенты по недвижимости должны лучше всего ориентироваться в рынке. К сожалению, большинство из них этого не делает. Кроме того, наверное, стоит рассказать о тех уловках, которыми пользуются недобросовестные специалисты на рынке и как, собственно, их избежать. Я пока двигаюсь в сторону нового Батуми, в сторону начала нового Батуми в комплекс Куру Резиденс. Там я купил несколько дней назад студию, 30 квадратных метров. Зайдя в нее, я подробно расскажу о здании и о студии, о том, как я вычислил рыночную цену и почему, собственно, ее и купил. В течение последнего года цены на недвижимость Батуми очень сильно изменились. И если сравнивать с началом года прошлого, то подвинулись они, по моим ощущениям, от 50% даже на самые дохленькие объекты. А местами они выросли даже вдвое. Что-то похожее произошло и на других рынках недвижимости. Фактически это реакция на то, что во время пандемии никто ничего не производил, спрос был нулевой, спрос резко повысился. И, соответственно, цена стала расти. А пока все сидели на карантине, никто ничего не производил. Естественно, дефицит товарный во всех областях возник, и цены повысились практически на все. Я думаю, что это уже каждый заметил, где бы он ни находился. Пока я иду, собственно, до самого объекта, я расскажу, какими инструментами я пользуюсь для того, чтобы искать предложения. Для того, чтобы базово проанализировать рынок и понять минимальную цену на нем, на самом деле не нужно быть никаким гением, талантом или каким-то выдающимся человеком. Все это очень просто делается на основании электронных площадок. В 21 век он как-то серьезно упростил варианты с поиском недвижимости. Для Грузии две самые известные площадки – это myhome.g и ss.g. Естественно, большая часть объявлений там публикуется от агентов, но есть часть предложений от собственников. И с учетом, условно говоря, комиссионных агентов в среднем 3% по рынку, можно также понимать, сколько стоят даже те квартиры, продающиеся на авторичке, которые продаются, я имею в виду при помощи агента. Кроме того, что я периодически покупаю здесь квартиры для себя, так или иначе, за последние три года мне удалось обойти примерно 80% на настройках города Батуми. Видео об этом можно посмотреть в разделе «Ножками по новостройкам Батуми» и опросить застройщиков. Очень скоро, я думаю, что буквально завтра, я сниму видео про объекты Лемонгарден спустя буквально полгода. И это будет интересно как раз с точки зрения того, насколько изменилась цена по сравнению с тем, что они предлагали полгода назад. Цена образования у застройщиков очень простая. То есть они выставляют цены на свои квартиры и смотрят, насколько они начинают активно продаваться. Если большого спроса на рынке нет, а застройщику срочно нужны деньги для строительства, тогда он просто выставляет 1-2 квартиры акционные, скажем, процентов на 10 дешевле, чем он продавал до этого. Их очень быстро покупает, и он закрывает дыры в своем бюджете. А глобально он смотрит также еще и по скорости продаж. То есть если квартиры, которые он продает, стоят 1000 долларов за квадратный метр, и их продается в месяц слишком быстро, гораздо быстрее, чем строится, то есть это опережает динамику, которую он сам себе спрогнозировал, то он начинает повышать цену до того момента, пока скорость продаж не выравнивается. А поскольку в среднем в комплексе там 300-400 квартир, то им по большому счету без разницы, сколько будет стоить отдельно взятая сделка. Самое главное, что застройщики таким образом формируют основную рыночную цену, потому что большая часть людей, которые покупают недвижимость, она покупает ее у застройщика. С одной стороны может показаться, что покупая у застройщика, вроде бы покупаешь поверху рынка, но на самом деле это не так. То есть одна из квартир, которую мы взяли для мамы, она сейчас в процессе строительства, и мы взяли на нее рассрочку. Причина очень простая. Изначально требовалось гораздо меньше денег, чем стоила эта квартира целиком. А к моменту окончания строительства она будет стоить уже дороже. Ту квартиру, по направлению которой я сейчас двигаюсь, мы купили совершенно случайно. Идея была в том, чтобы чуть-чуть пораньше приобрести квартиру маме, перепродать ту квартиру, которая сейчас находится в стройке, и начать делать ремонт. Но по факту получается, что сейчас задача стоит сделать два ремонта, так как мы одновременно продали и свою. Поэтому я выставил ее на продажу сразу же. Я немножечко просчитался. Ну, просчитался не смертельно, потому что купил я ее значительно дешевле рыночной цены, а продавать буду по рыночной. Как я ее вычислил, я расскажу. Это тоже достаточно просто. А пока я буду двигаться в ее сторону. Еще один источник, который может дать достаточно интересные варианты по объектам, это агенты по недвижимости. К сожалению, большая часть из них бесполезны, но в принципе, если недолго жить в городе и так или иначе часто сталкиваться с недвижимостью, получается, что ты фильтруешь людей. Естественно, как каждый, кто узнает, что у меня есть канал, на котором я снимаю про недвижимость, очень желает, чтобы я его тут рекламировал. Но на практике все немножко не так. Полезные агенты, они имеют право получать комиссию от продавца, а бесполезные, наверное, ни от кого, но по факту получают за счет покупателя. И, как правило, у того агента, который работает достаточно долго, у него есть некий набор квартир, которые люди покупали с ним, соответственно, спустя какое-то время хотят продать. Это вот каждому человеку, который покупает квартиру на море, ему кажется, что он будет владеть ей вечно. На самом деле, средняя статистика и по Сочи, и по Болгарии тоже, средняя статистика владения курортной недвижимостью, она составляет около двух лет. То есть, в среднем, раз в два года человек хочет ее продать. Поэтому, если агент работает там 4-5 лет, то у него уже, как минимум, есть некоторое количество квартир от людей, которые даже здесь не находятся. Здесь очень важно попасть на порядочного специалиста. Я объясню, как мухлюют агенты, то есть, что они делают. Собственник назначает цену, цена на рынке растет. Агент говорит ему, скажем, ваша квартира стоит 50 тысяч долларов. Я продам ее за 60, дайте мне, пожалуйста, 10 тысяч долларов комиссии. И собственник, как бы, говорит, ну, мне надо продать. Я, как бы, понимаю. Да, конечно, это крокодилия комиссия. На самом деле, это кража, фактически, денег собственника. Естественно, уголовных статей за это нет, но по факту, как это происходит? То есть, допустим, эта квартира сейчас по рынку стоит 60 тысяч долларов. Объект это понимает, но собственник все еще хочет 50. Или она стоит, наоборот, и сейчас еще 50. Агент берет ее в работу, прикручивает сверху 10 тысяч, терпеливо ждет, когда рынок поднимется, и стоимость квартиры станет 60. И ее с радостью скупят. А с учетом того, что в Батуми там за год, условно, цена местами там двинулась от 50 до 100%, то это ждать, в общем-то, придется не очень долго. А дальше получается, что квартира продалась за столько, за сколько она продалась. То есть, по рыночной цене, по которой покупатели, они ведь тоже не дураки, да? Как бы они, в принципе, все анализируют, что продается, сколько это стоит, из чего это формируется. Большинство людей перед покупкой квартиры очень тщательно подходят к изучению всех вариантов. Поэтому откровенных идиотов на рынке недвижимости, ну, их не так много, как хотелось бы некоторым недобросовестным агентам. Поэтому, как правило, просто агент, грубо говоря, зарабатывает 10 тысяч долларов, съедая всю прибыль, которую собственные квартиры могли получить на росте рынка, и называет это своей комиссией. А еще смысл в том, что если квартиру стоимостью 50 тысяч долларов начнут рекламировать и за 60 и за 70, то, опять же, большинство адекватных людей, увидев это в объявлениях, в принципе, исключит ее из своего поиска. Потому что совершенно непонятно, что это продается и за какие деньги оно реально продается. Поэтому, когда я все-таки кому-то из агентов даю возможность продавать там свою квартиру, я предупреждаю заранее, что более 3% комиссии я не заплачу. То есть вы можете ставить сверху хоть 20, но по факту комиссия будет 3%. Таким образом, я страхую сам себя от того, чтобы большинство недобросовестных агентов не съело себе ту прибыль, которую мог бы получить я, просто инвестировав, по сути, деньги, да, как бы и заработав на естественном росте ценника на недвижимость. Вот я уже потихоньку подхожу к комплексу. Это у нас море, а это улица Ангиса 2. Комплекс, в который я иду, я упоминал его в предыдущем видео, называется он Гуру Резиденс. Это второй объект застройщика Гуру, а в их третьем объекте, по сути, я купил квартиру для одной из мам. Получается, что мы ждем, пока она достроится. И вот идея была, в общем-то, чуть-чуть ускорить процесс, но в какой-то момент я понял, что чуть-чуть лишнего на себя беру. Ну, в принципе, я говорю, это и неплохо, потому что, как бы, взял я ее гораздо дешевле рынка, а продается она сейчас по рыночной цене и вполне себе продастся. Как я вычислил рыночную стоимость? Квартиры в этом районе, в новых домах, они стоят от 1000 до 1300 долларов, в зависимости от того, в каком доме находится квартира. И есть еще определенный нюанс, в принципе, это один из самых приличных домов, у которого есть территория, хорошая ресепшн, то есть, в принципе, здесь есть практически все, что нужно для дома бизнес-класса. Ну, и третий нюанс, я знаю, что в этом доме есть квартиры от инвестора, инвестор продает их, за последний месяц продал две штуки, причем большей площади, то есть, студия это самый ликвидный, по сути, объект, он, как правило, должен продаваться чуть дороже. Так вот, квартиры больше стоимости, парочку за этот месяц уже продалось. 1200-1300 долларов стоит квадратный метр в этом комплексе. Почему меня сразу все устроило? Потому что вот первый дом застройщика, обычный квартирник, на котором они тренировались строиться. Вот у них второй дом, на котором они больше потренировались и получилось у них что-то более приличное, потому что тут есть территория. И третий объект, который мы купили в расстройку квартиры в маме, соответственно, он должен получиться у них еще более приличным. Здесь, в принципе, достаточно молодая команда у застройщика, то есть, отдел продаж и сам застройщик, им всем до 40 лет. Довольно адекватные ребята. Вот у строщика зовут Арчил, я все надеялся с ним сделать видео, про то, как он строил этот дом, но, видимо, придется в какой-то другой раз с ним это видео сделать. Хотя интервью за строщиком, это тоже достаточно интересная история. Здесь три лифта, и все они работают. И вообще, все, что здесь есть, оно работает. Еще один плюс в пользу покупки этой квартиры был то, что дом здесь уже заселен, тут фактически живут люди, хотя вот ремонты некоторые еще делаются. Тут уже подключен газ, газ оплачен, а это сейчас в текущей обстановке Батуми важно, по той причине, что Сокар может до 2-3 месяцев затягивать подключение. Вот у них относительно приличные двери, я бы ее все-таки поменял. Кроме газа, вроде бы, должны быть уже оплачены эти блоки, кстати, вот молодцы, то есть в чем они, гуру, молодцы по отношению ко всем остальным, это в том, что они газ сразу провели, оплатили, то есть ремонт можно начинать, а это очень важно, потому что, допустим, перед залитием стяжки, если смонтирован теплый пол, можно, в принципе, просыхание ускорить тем, что просто включить теплый пол, и здесь будет быстрее все сохнуть. Еще один плюс, это то, что здесь стенка монолитная, поэтому соседей с этой стороны нету, и фактически шумить ее сильно-то и не надо, а вот это, конечно, придется заделывать, то есть тут есть и определенная волна на стенах, ее нужно будет тщательнее штукатурить, либо зашивать кипсокартоном, потому что воздушный шум, который приходит от соседей, я бы сделал все-таки на этой части шумоизоляцию. Но, в принципе, большой плюс, что даже сделав здесь на одной стене шумоизоляцию, уже в квартире будет достаточно тихо. Я еще раз напомню, что недвижимость я не продаю, но за исключением тех объектов, которые, собственно, принадлежат мне, и консультации по недвижимости, тоже за ними лучше обращаться к агентам по недвижимости. Они за это получают зарплату, им это надо. Смысл моей деятельности заключается в том, что я снимаю весь рынок, который вижу, но говорить плохо или хорошо про кого-то не считаю нужным, просто по той причине, как только начинает даваться какое-то оценочное осуждение, соответственно, это приводит к тому, что либо возникает конфликт, либо возникает обвинение в сторону того, что тот, кто об этом рассказывает, каким-то образом в этом заинтересован. Я просто живу, просто покупаю и продаю квартиры для себя. Ну и параллельно рассказываю обо всем рынке. Отдельно отмечу, что агентам по недвижимости, которые посмотрят это видео, звонить и писать мне не нужно. Я вполне доволен тем, что я, наверное, ее поставлю на продажу на общей площадке и передам, собственно, тем, кому я знаком. Я думаю, что поскольку это студия в законченном доме и, в принципе, она продается по рынку, смысла использовать всех подряд агентов по недвижимости особо нет. Но, как правило, это, как я уже говорил, это приведет к путанице, когда цена начнет завышаться в сторону неадекватной. Я говорю далеко не про 3% комиссии, а когда она будет продаваться и по 36, и по 38, мне этого не нужно. Очень часто, когда человек, который в Батуми ни разу не был, изучает его исключительно на основании Google карт, многим кажется, что, в принципе, расстояние до моря – это ключевой фактор. На самом деле, расстояние до моря – это далеко не ключевой фактор, потому что в Батуми есть такие локации, из которых потенциально вроде бы недалеко, но это как бы не совсем тот район, которым недвижимость пользуется спросом, имеет рост цены, и, в принципе, там, как бы, ну, неподготовленному в жизни в Батуми человеку могло бы понравиться жить. Я говорю про такие районы, как, допустим, Барцхана или промежуточный район между там Гонио и Батуми. Ну, в общем, есть такие районы. Я постараюсь снять про каждый район города Батуми отдельное видео, пока я сделаю их, по-моему, штуки 3. Ну, думаю, что про каждый. Пройдясь вот так, смогу наглядно показать, как это все выглядит. Возвращаясь к вопросу с базовой аналитикой на рынке, то есть я уже упомянул, что достаточно просто открыть самые крупные площадки в Грузии, где продается недвижимость, и выстроить там ранжирование по городу Батуми, там, от самых дешевых цен к самым высоким. И вот уже на этом этапе появится понимание, сколько стоит самый дешевый квадрат. Я это сделал перед выходом и увидел, в принципе, что в разделе VIP и SVIP, что-то более-менее ликвидное, то, во что, как правило, собственники вкладывают деньги в рекламу объявлений. Базовый квадрат начинается от 650 долларов за черный каркас. Вот, да, это Агнушин и Билли. Нужно было дойти еще дальше и посмотреть объявления, которые без поднятия. Там будут и еще более дешевые цены, но, как правило, это будет, скорее всего, уже район ХОП. И вот, кстати, при таком базовом анализе, вычислив нижайшую цену, скажем, на рынке, большинство людей все-таки не могут ее соотнести с тем, насколько это выгодно. По той простой причине, что нет понимания, а сколько стоит конкретно в этом районе или там в этом доме. И вот здесь, кстати, хорошо было бы воспользоваться консультациями специалиста, наверное. Сразу бы говорил, что я не даю оценку объектам и не провожу сделки, и не консультирую по поводу того, что купить, что не купить. Это как бы сразу не ко мне. Я считаю, что каждый человек имеет право получать информацию в открытом доступе, анализировать ее самостоятельно, делать свои собственные выводы. Потому что то, что нравится одному, не может нравиться другому. И у всех людей совершенно разные бюджеты. В силу того, что уровень дохода и бюджет у всех разный, получается так, что все мы выбираем что-то разное. Когда канал только начинал работать, я давал некоторые советы кому-то, кто писал мне в WhatsApp. Как правило, все это приводило к забиванию гвоздей микроскопом. Потому что, чтобы ты человеку не порекомендовал, он все равно сделает по-своему. А потом еще с удовольствием звалит на тебя всю ответственность за свое правильное или неправильное решение. Поэтому, собственно, я и не даю этих советов и консультаций. Как минимум, те, кто занимается продажей недвижимости, они хотя бы зарплату получат. А мне, как бы, слышал что-то негативное в адрес. Просто потому, что человек сделал что-то, чего я ему даже никогда и не советовал. Но не очень нужно. Итак, потихоньку двигаясь, я, собственно, приблизился к дому, где мы купили вторую квартиру, в которой будем сейчас жить какое-то время. Ремонт мне должен закончиться где-то ближе к концу мая. Пока я иду к дому, я, собственно, расскажу, как я искал эту квартиру. Во-первых, и в самых главных про этот комплекс, точнее, про застройщика, я снимал видео где-то примерно 3 года назад. Как раз 3 года назад у них там стоимость квадратного метра в этом доме составляла 1000 долларов. Прошло 3 года, цены выросли практически вдвое. Соответственно, то предложение, которое я увидел, которое было за 1000 долларов, оно показалось мне очень дешевым. Но следующая задача была, в общем-то, сравнить с тем, что реально стоит здесь квартира по рынку. Потому что ситуация тут немножечко изменилась. Прямо напротив этого дома строится мировой торговый центр. Это то, что строит Альянс. И по факту анализа выяснилось, что черные каркасы в этом доме еще остались. Продаются они в среднем по 1300 долларов. И дороже, в зависимости от того, есть вид на море или нет, виды на море. И в зависимости от площади. Поэтому все, что дешевле, оно выглядит достаточно привлекательно. Далее, собственно, эта квартира продавалась с агентом. Но сопровождал ее далеко не тот агент, благодаря которому я о ней узнал. А почему? Все очень просто. Я увидел объявление на myphone.g. Это была серия первичного поиска. И вдруг я увидел хорошую, очень хорошую цену. Я, причем, отвратительные фотографии. Но я понимал, что это за дом. Я понимал, что это за планировка. Поэтому, в принципе, несмотря даже на отвратительные фотографии, она меня привлекла. Дальше я звоню агенту по недвижимости. И задаю прямой, достаточно вопрос. Какой размер вашей комиссии уплачивается с этой сделки? То есть я не жаден. На самом деле, 3% за полноценное сопровождение сделки. То есть 1% за подбор объекта и его обоснование. 1% за организацию проведения сделки. Ну и 1% за то, что он будет свидетелем передачи денег. И понесет расходы, связанные со сделкой на регистрацию. Я считаю, что он может заработать. Но агент, точнее агентка, оказалась очень амбициозной. Сказала, что отнимаю собачье дело. Сколько она зарабатывает. И, в общем-то, на этом мы и попрощались. Но я уже, в принципе, понимал, что квартира продается. И знал, где можно поискать. Точнее, обратившись к кому-то более адекватному. Поэтому я так и сделал. Причем оказалось, что, на самом деле, в стоимость этой квартиры как раз-таки сверху просто была заложена комиссия агента 3%. Я говорю, это, в принципе, немного. Я опасался, что гораздо больше. Просто произошла смена должностных лиц на более адекватных и более вменяемых. Это, кстати, замечание к агентам по недвижимости. Не нужно никогда стесняться говорить, какой размер комиссии, если ее платит продавец. Как минимум, это вызовет некоторое доверие со стороны покупателя. А практически всегда ботами комиссию платит продавец. Хотя уже стали появляться случаи, когда ее платит и покупатель. Мне вот, например, как покупателю даже спокойнее, когда я ее плачу, потому что я знаю ее размер и понимаю, какую стоимость хочет получить хозяин на арке. Но вернемся к дому. То есть, как я и сказал, цена, которую я купил, по сути, это трехлетняя цена назад от застройщика. А район это, ну, по факту, получается, если так можно назвать, некий деловой центр Батуми, потому что сзади находится Батуми-молл. С той стороны у нас на 50 метрах находится набережная. Фактически, это была бы первая линия, если бы Альянс не начал строить еще ближе. И для многих владельцев квартир в этом доме это, конечно, оказалось проблемой, но далеко не для всех, потому что Альянс строит трезубцем. И как раз сейчас покажу, почему для меня это не стало проблемой. Здесь закрытая территория с парковкой, то есть, в принципе, можно заезжать. Места на парковке есть, конечно, не всегда. И, в принципе, в районе, вот именно в районе Батуми-мола, поскольку здесь большое скопление людей и машин, не всегда можно где-то запарковаться. Но, тем не менее, во дворе это сделать можно. Это очень большой придомовой паркинг. И снутри дом, конечно, выглядит менее красиво, чем снаружи. Но, тем не менее, он как-то выглядит. И коммерция на нем уже заполнена. Здесь красивые металлические подъезды, но по факту ремонт в этих подъездах делали сами жильцы по итогу, как мне сказали. Конкретно в моем подъезде сделали достаточно неплохой ремонт. Здесь есть видеонаблюдение. Ну и, в принципе, получается, что это квартирный дом практически на первой береговой линии. Сколько метров от моря? Метров 50. Но частично его вид на море будет закрываться строящимся альянсом. Тут же, кстати, есть достаточно большое количество квартир с ремонтом. По 1700-1800 долларов, опять же, в зависимости. Но все они находятся в очень убитом состоянии. И, как правило, это ремонтировать заново. Кто-то из подписчиков канала предупреждал мне в комментариях про шумящие вот эти установки на этой части. Я про них как бы знаю, поэтому у меня квартира смотрит в противоположную сторону. Я сейчас покажу. Тут простой, в принципе, подъезд, отделанный короедом. Есть газ, свет и вода уже давно подключены. Но это, собственно, квартира. Дом строился относительно давно, но с некоторой претензией на элитность, поэтому потолки здесь больше трех метров. Почему квартира черная? Потому что первый этап шумоизоляции уже проведен. То есть фактически все оклеено 9-миллиметровой резиной. Все бетонные части и все небетонные части. То есть ребята опять создали мне кубик. И вот здесь, в этой квартире, особенно нужна работа дизайнера-проектировщика, потому что планировка, мягко говоря, не очень стандартная. Нам, как всегда, нужно из 65 квадратных метров, и она такая же по сути по площади, как и предыдущая квартира, из нее нужно было сделать две отдельные комнаты плюс столовую. Опять же, из плюсов этой квартиры здесь 80% стен, а не монолитные. То есть фактически от воздушного шума со стороны тех соседей мы защищены более чем на 100%, потому что монолит, как бы он воздушный шум не пропускает. Воздушный шум у нас потенциально возможен с этой стороны, потому что у нас блоки. А блоки, естественно, их нужно сильнее шумоизолировать. Ну и фактически просто, ребята, оклеили целиком все это резиной шумоизолирующей, для того, чтобы добавить минвату и двойной слой гипсокартона внахлест. И тогда это вот, собственно, будет та самая нормальная шумоизоляция, то есть в квартире должна стоять звенящая тишина. Кроме того, алюминиевые стеклопакеты здесь, скажем так, предыдущего этапа, и далеко не у всех застройщиков они одинаково хороши. Я думаю, что вот здесь очень хорошо видно, да, щели. Естественно, таким стеклопакетом пользоваться особо нельзя, поэтому этот стеклопакет полностью демонтируется, на место его ставится новый стеклопакет. Такого размера стеклопакет стоит, ну просто для справки, 600, по-моему, долларов, если не ошибаюсь, надо в смету заглянуть, что-то около 600. А здесь мы целиком стеклопакет менять не будем, ну здесь он, в принципе, и не дырявый, то есть у него особых проблем нет. Здесь поменяется дверь, ну и плюс он будет выкрашен в белый цвет, и это отдельно, опять же, работа по металлу, которая требует определенной квалификации. Вот, помучаться, опять же, придется, но красота требует жертв. А замена целиком этого стеклопакета, то есть, ну дополнительный второй слой поставить, фактически это получилось бы и уродство, и стоило это еще и около 4000 долларов. Вот здесь, я думаю, что можно увидеть 9-миллиметровая у нас резина. Вот, все проклеено целиком, внахлест, с большим запасом, и вот я фактически по ней стучу, и звук такой уже глухой. Вот, ну а плюс сюда, я говорю, добавится еще минвата, и плюс добавится два слоя гипсокартона. Аналогичную шумоизоляцию мы делали на предыдущей квартире. Вот, здесь некоторые инженерные решения, которые применяются в этой квартире, они, естественно, будут немного другими, по той причине, что здесь другая планировка. Эта квартира, на мой взгляд, была гораздо более идеальной планировкой, потому что она была прямоугольная, и у нее были точки света с двух сторон. Не приходилось придумывать сложных решений. Но зато, несмотря на то, что она и дороже, она у нас все-таки находится фактически в деловом, как я это называю, в деловом центре, потому что World Trade Center, мировой торговый центр, он как раз строится напротив. Это очень сильно подрывает, с одной стороны, ликвидность этих квартир в данный момент, потому что, как только его достроят, естественно, качество района сильно возрастет. Но, тем не менее, поскольку, я говорю, я понимаю, что, в принципе, это не закроется, этот вид, то есть все это останется у них уже по проекту, это все будет останется так, что у меня останется вид на море здесь, плюс с балкона у меня все еще останется панорама, и плюс море еще у нас в той стороне за Магнолией. В целом, это очень хороший вид остается. По поводу видовых характеристик, тут достаточно все просто. Маленький балкончик с целью курилки. Здесь у нас надо, вот, собственно, как делались ремонты в прошлом Батуми. Здесь мы поставим такую стеночку, которая разделяет у нас две квартиры. И, по сути, получилось так, что корпус номер один, торговый центр, который остается под нами, и, собственно, колонна номер два. Дальше также у нас торговый центр и колонна номер три. По факту, вид на море останется, во-первых, боковой, во-вторых, он останется прямой. Единственное, что он, конечно, здесь появится в башенках. Но какой-то вид на море все-таки останется. И, по сути, вот у нас уже Приморский бульвар. Отдельно придется устранять вот эту порнографию. Такого просто тем, кто покупает, опять же, квартиру в старом, ну, вернее, в давно сдавшемся доме, тут все потеки практически уже видно. То есть тут нужно лезть на соседний этаж, и это все, опять же, там заделывать и устранять, чтобы это не текло сюда. Оно так не должно быть. По уровню шума, я думаю, что слышно, что внизу находится дорога. Это тоже нужно учитывать. То есть если дорога находится в черном каркасе, есть шум, и не планируется делать шумоизоляцию, то в квартире будет практически всегда шумно. Вот. И на шумоизоляцию придется очень неплохо потратиться. Я понимаю, что сам факт шумоизоляции, он сильно удорожает, но есть еще ряд инженерных решений, которые очень сильно удорожают квартиру и ремонт в ней буквально в разы. Тем не менее, это совершенно другое качество жизни получается. Вот. Ну и пока, собственно, хватает. Я думаю, что нужно делать. Плюсом у нас здесь по планировке вот такая большая прихожая. То есть здесь будет хорошо установлена шумоизолированная новая дверь. Скорее всего, это будет белорусская дверь. Их, наконец, стали завозить в Батуми. И это тоже является определенным мостиком шума, который мог бы потенциально идти из подъезда. Вот такое получилось видео про обзор недвижимости в городе Батуми. Надеюсь, что многое из того, что я рассказал, будет полезно тем, кто изучает рынок для себя с целью покупки, тем, кто хочет продать то, что уже ранее купил, и, собственно, агентам недвижимости, которые все это сопровождают. Всем большое спасибо за внимание и до встречи на море.